Офигеть! 76 тысяч лайков на последнем ролике, друзья! Вы просто... Вы просто... Что вы сделали? Что вы сделали? 70 тысяч лайков! 76 тысяч! Я просил 60, а вы 76! Да вы вообще что ли? Фу, вы, видимо, очень сильно захотели, чтобы я выиграл, либо чтобы проиграл Майк. Егор, скинь, пожалуйста, видос, где Майк ест жабу, потому что он же проиграл спор. Подписчики хотят увидеть, как он ест лягушку. Бро, здорово! А тут, кажется, Майк вообще на связь не выходит. Я ему уже третий раз пытаюсь дозвониться. Он, видимо, кажется, кинул нас, кинул подписчиков Декстера. И с этой... С лягушкой, со всей темой, с жабой. Давайте хэштег, короче, в комментариях запустим. Майк дурак. Потому что нефиг так делать, блин. Обманывать подписчиков. Но Майк нас называл ложками, говорил, что мы ничего не сможем. Подписчики не активны, лайки ставить не будут. И тут бац. Друзья, давайте по приколу. Раз уж мы сами на сутки собрали 70 тысяч лайков, давайте попробуем. Просто попробуем, как эксперимент собрать с этим роликом 80 тысяч. И просто... Если соберем, я буду прыгать от счастья. Вот прям чекайте, я в следующем ролике буду прыгать от счастья. По комнате вот так буду носиться и орать, и прыгать от счастья. Ты начал уже снимать? Да, начал. Надеюсь, мы попадем к себе в блог. Это моя дочка, ее зовут Аня, ей 18 лет. Итак, поясню. Вот эти вот мама и дочь встретили меня на прогулке у моего ЖК. Насколько я понял, они тоже сюда переехали. И я бы даже не выставлял это видео, я снял его ради приличия на самом деле. Даже не выставлял бы это видео, если бы не эта мама. Желаю вам всем приятного просмотра. Привет, Аня. Я очень, привет. Хочу, чтобы она стала очень мега известна как у мамы. Да, я уже понял. Если что, друзья, мы только что встретились. Как вас зовут? Самира. Самира по отчеству? Федоровна. Самира Федоровна. Вот Самира Федоровна сказала мне, чтобы я снимал прямо сейчас видео, чтобы вы попали ко мне на канал, да? Да, да, да. Я хочу, чтобы моя дочка стала известной, как я. А вы известная? Да. А вы где известная? Игры Габара. Игры Габара? Да. Да ну. Там, конечно, по свиданиям. У тебя мама снимается в Игры Габара? Да. Слыша головой я. Слыша головой это вы? Да. А можете показать кусок? Это прямо в этом выпуске мы можем посмотреть сейчас? Что? Какой ужас? Можно даже промотать чуть-чуть до сюда. Настригли с на лоса там? Депуляционный крем. Когда увидела ее, да, я поняла, что... Слишком сильный соперник. И сейчас... Это твоя мама? Да. Да. Кстати, ребята, вас очень много. Очень много человек скачали Хасл на телефон и Радмир на ПК. Очень много человек. И я вам обещал сделать сходку. Сейчас я уже с админами договариваюсь. Понимаю, что долго. Но вас тоже очень много. И поймите, друзья, нужно немножко времени. Пожалуйста, пока смотришь этот ролик, скачивай Хасл или Радмир. Мы устроим сходку среди подписчиков на серваке. Каждый подписчик попадет ко мне на основной канал, а также на еще один канал Декстер играет. Друзья, пожалуйста, скачиваем игру Хасл, вводим промокод Декстер и получаем 70 тысяч бонусных рублей. Это нужно обязательно сделать, потому что если у вас будет нулевой уровень на сходке, вы не сможете участвовать ни в конкурсах, ни в чем. То есть вы просто будете бомжом на вокзале. Вам нужно хотя бы немножко отыграть. Но ничего страшного, потому что вы можете это делать с друзьями, со мной. Я там провожу чуть ли не каждый день на серваке. Можно встретить меня и со мной клево поиграть. Давайте сами так поступим. Если у вас ПК, вот сейчас перед глазами, просто сразу перейдите по ссылке, поставьте на паузу видео, сразу перейдите по ссылке в описании, скачайте лаунчер и продолжайте смотреть видео. Если у вас телефон, то прямо сейчас ставим на паузу, переходим по ссылке в описании, скачиваем игру и пока она скачивается, смотрим ролик. Когда досмотрите ролик, все скачается и все будет с кайфом, друзья. Не забывайте про мой промокод. Такой промокод дает бонусы столько, сколько обычным игрокам не дают. поэтому друзья всех вас жду скоро будет сходка глобальная и масштабная предупреждаю все попадут в видео а мы продолжаем а вы это делали ради чего победы и славы ради чего ради . да ну а ты прям гордишься мамой а ты что какой-то гиды соцсети есть лайки я хочу чтобы она была известна популярна вы сейчас переехали сюда да мы же мы кстати ваши соседи а меня вы знаете познакомиться потому что моя дочка должна быть известной то есть ты тоже готова побриться на лысо эти мама такая сумасшедшая не пусть и шанс девочка очень пусть и скромная по себе но лайки на снимает какие лайки охрененные дохринительный но слушать мне очень повезло получается быть вашим соседом егор может это я вас сниму вместе смысле давайте возьму и гору вместе с анечкой ну всегда в первой расе бывает переклад как вас там говорится ставьте лайки колокольчик подписка так и говорится ставлю ли я вас в блок но вы хотите да чтобы я давайте вставлю вас в блок такая ситуация я думаю одна из ста одна из ста ста прежде какой-то странная штука до 1 миллиона что у нас случится такая ситуация ну ладно все тогда я пойду да все просто уже иду домой и вроде дождь собирается да ладно все пока пока до свидания до свидания обалдеть ребят это угар я вышел просто прогуляться на набережную и увидел маму она сначала со мной общалась вот она с дочкой была дочка кстати ничего это просто угар я сказал то что она снималась у габара может какие-то подписчики знают это просто пиздец я подумал то есть я примерно знал что он снимает и даже просто ну там какой-то ужас происходит мне что стало интересно давайте я прям сейчас найду мой монтажер пожалуйста монтажер найди сейчас вставки вот с ней и покажи подписчикам какие-то моменты мне самому будет очень интересно посмотреть я вот сейчас посмотреть не буду посмотрю вместе с подписчиками уже на финальной версии я если честно просто в шоке ребят я сразу понял что мамка какая-то мега странная но не стал ничего предпринимать когда узнал что она играла в игры габара я я убедился в своих мыслях ты не сможешь выдержать чтобы я тебе подожгла кусок волос давай посмотрим что у тебя на голове чему-то пошла сразу это татушку можно делать на башке скажи ты жалеешь об этом я ты знаешь как ты чувствуешь можно на вас публиться нормальные люди туда не пойдут тем более ради хайпа такой хайп даром не нужен дочь у нее вроде милая поэтому я постоял пообщался с ней да и вообще не было прям угарно со всей этой ситуации а угар закончился на следующий день и вот почему так друзья я сейчас за угрожку что показать вам который случился короче эта мамка оказалась и ты я уже тогда понимал то что но скорее всего человек который снимается в играх габара взрослый да он но скорее всего у него что-то с головой не в порядке ты конечно все прикольно да посмеяться да там шоу и так далее но действительно что-то с человеком не в порядке сейчас вы поймете почему она мне отправила кучу голосовых сообщений нашла мой номер телефона в чате жильцов смотрите что она мне короче короче она очень странно общается максимально просто пи**ец будто кого-то какой-то робот и еще поймете почему так настроен давайте до конца дослушать почему она так странно общается с такой интонацией она короче меня баллы этими голосовыми сообщениями потому что ну я был занят это на мне просто написала и написал я потом их разом все послушал что я это все не игнорировал я просто это послушал потом все разом и сейчас просто 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 ловите весь мой шок финальное голосовое сообщение от самиры федоровны вроде или какой там короче мне кажется то что она либо бухая либо она сошла с ума и просто окончательно я еще вчера понял то что она немножко припи**тая потому что она заставила меня реально снимать ролик я конечно ну вы знаете то что мне показалось это прикольным дружелюбным но сегодня мне тоже не кажется дружелюбным я даже подумал действительно вставить видео потому что ситуация уникальная что у меня вот так вот мама знакомила с дочкой пыталась прям ну такая вот моя дочь вот прям друг типа как будто вы общаетесь с ней дружись с ней вот конечно очень симпатичная дочь но это очень странно ребят вот то что вот это последнее голосовое сообщение вы понимаете что это очень очень странно вы спросите что я сделал и что я и ответил ничего потому что я в такой манере с таким тоном и с такой наглой женщиной общаться не собираюсь да если вы меня смотрите этот канал мой потом найдете и увидите видео я снимаю и вы будете выставлены в том свете в котором вы живете и в котором вы себя позиционируете надеюсь что вам будет стыдно я обещал выставить и я выставляю это очень некрасиво вот так то то ли бухая то ли что то ли под чем-то она записывает мне голосовые сообщения в такой манере будто мы с ней знакомы не один день а знакома как будто бы уже сто лет и она как будто его мой друг и она знаете как-то вот по нарастающей начала записывать сначала нормальная адекватная потом адекватная потом уже средняя потом средний неадекватная адекватная потом неадекватное голосовое сообщение вот так вот она решила а на этом все приключения заканчиваются потому что на следующий день друзья произошло вот это снимаешь снимаю снимай снимай чего не отвечал на мы сообщения вчерашнюю да я хочу начать просто пообщаться моей дочери это так сложно я понимаю что вы хотите заживали я понимаю на ваши желания там как бы они для меня не приоритетно что понравилось ваша дочь но понравилось конечно но ваше желание нет я говорю то что ваше желание для меня к сожалению не в приоритете то есть я не могу все свои дела отменить начать вам отвечать на ваши голосовые сообщения вы с вами таким тоном еще общаетесь у меня последнее голосовое с матом записали вообще потому что ты игнорировал потому что я же так я же вам объясняю почему я игнорировал чего на меня смотрится так я же не могу сорваться там с работы со своих дел вам сразу начать отвечать пойти там с вашей дочерью куда-то снимать что-то то есть мать я взрослый человек у меня есть свои дела ну реально блоги да так вы что же получается блогер я же уделяю другим внимание другим внимание уделяется но я обязан уделять внимание вам мы с вами познакомились когда позавчера то есть я обязан взять внимание вашей дочери почему почему я обязан она суперская я не спорю но почему я обязан даже на стол по ну так вот вы должны выделять внимание на ребенке потому что я не хочу чтобы она где-нибудь в переулке встретила с каким-нибудь козлом уродом и не все брод спасибо то есть я получается не козел не урод и ничего рода а с чего так решили то что я такой ну потому что это видно по статусу все я пошел стоять куда я пошел домой пошел ну да я пошел нет чего нет нет а что мы будем стоять дальше продолжать общаться ты должен пообщаться с моей дочерью пообщаемся как-нибудь когда у меня время будет как его зовут самира самира федоровна давайте это я пойду домой ладно реально все мне прям нужно домой до свидания что делается чем хватает я стал как-нибудь поговорим о чем не хватает о чем у меня хватает о чем у меня хватает за футболку а скажите пожалуйста вы вчера когда эти голосовые сообщения записывали вы трезвые были да мне кажется что нет мне кажется сейчас а вы машину водите в машину водить водите потому что очень странно как вы эти машины в таком состоянии как сейчас мне кажется что вы я понял хорошо ну ладно я все самиро федоров давайте как я как я вашу дочь увижу меня тоже злить не надо пожалуйста давайте так меня тоже злить не надо когда я вашу дочь увижу у подъезда или встретимся на случайность не поговорю сейчас если говорить не буду хорошо все хорошо зажрался до свидания я даже не знаю что сейчас вам сказать ребят потому что это короче сейчас поднялся на этаж повыше она вроде отстала мне кажется то что она под чем-то либо то есть я от нее такого явного запаха алкоголя вроде как не почувствовал почему я сказал да про алкогольное опьянение она как будто была под чем-то и это очень с ней и не знаю пишите в комментариях ваше мнение мне было с ней общаться стремно у нее глаза бегали она улыбалась на смеялась она как будто бы была какой-то сумасшедший что я что я хочу сделать это просто с ней больше не видится потому что это пиздец они реально переехали если они реально переехали от и здесь будут постоянно меня так то я не знаю ребят что с вами случится то есть постоянно постоянно это как у меня сосед игнат был вы помните его все прекрасно это типа новые соседи у меня такие завелись сумасшедшие про просто в шоке короче ребят сейчас срочное включение у меня очень мало зарядки на гоупрошке надеюсь могу вам показать такие два видоса сейчас хочу позвонить по видео пока зарядка держится так ребят у меня села был прошу как я говорил привет что ты там делаешь я тут в подъезде меня мама выкнула она только что забежала на меня наорала хотя я ничего такого не делала она сказала что я бездельница что я ничего не делаю хотя я была посудой она с таким не понравилась как я по-моему стой подожди стой подожди аня ты где сейчас находишься в каком-то подъезде давай сейчас я тогда мне напиши в каком-то подъезде сейчас я приду и с тобой пообщаемся хорошо все давай чертно мне отправляют кружки за девочка вроде нормальная ребята напишите я нет я не знаю девочка хорошая адекватная с ней если пообщаюсь нормально же будет потому что ее мать какую-то творит если честно блин извиняюсь если картинка будет не очень просто я снимаю с гоупрошки она только что села и фрагмент нужно было для вас снять так сейчас я пойду с ней встречусь и уже сниму на iphone поэтому встретимся давайте там сейчас мне нужно посмотреть вот она написала какой подъезд ань ты там привет ты чего там стоишь а как она выгнала расскажи ты мыла посуду а я с ней виделся недавно на парковке виделся с ней вот полчаса назад примерно это она пришла домой злая я тебе могу показать видео так давай сейчас я давайте покажу это видео чтобы она понимала вообще для чего и мама злая потому что сейчас офигеешь ну что как я просто еще тогда когда вас встретил я обалдел что снималась в играх габара она там брелась на лысо да а ради чего она все это делает ради популярности она прям очень повернута на это она хочет чтобы ее все знали чтобы то есть а деньги то есть а деньги да и ей больше не интересно популярно чтобы ее узнавали чтобы она была крутая классная просто такими способами популярность конечно мне кажется фабрица на лысо ну как бы девушки это не особенно круто классно ради популярности а сколько лет ты у мамы? 3-4 34? да а тебе? 18 18 угу ну давай что ли ты сейчас не хочешь домой возвращаться? конечно нет я не хочу прийти угу понимаю может у нас сейчас там немножко позлиться и потом все нормально будет? можем пока там подождать где-нибудь посидишь у меня подождем расскажешь еще что-нибудь идем? давай сейчас отправлять тебя обратно это как в логово к зверю получается да? да каждую машину записаться угу угу часто она злая у тебя? да она всегда недовольна как я ходит она в таком настроении всегда меня срывается угу угу да хочу меня съевать ну а вы так сюда перебрались здесь же не дешевые квартиры нам сюда ну там мы где-то берем деньги вот и съемки на шоу? на шоу да и платят обалдеть проходи пока туда на балкон ну туда да может чувствовать себя как дома угу угу чай может давай да? у тебя мама не пьет? ну иногда выпивает она просто за рулем ездит? да? да 18 ну иногда тут и не нужно никуда не ходить просто она тогда ну куда-то нужно было ехать раз она на парковке была сегодня от нее так какой-то знаешь прям непонятно то ли она пьяная то ли не знаю может быть ты знаешь мой канал да? да я думаю ты понравишься моим подписчикам Мне придется выставить это видео. Ничего? Ничего страшного. Точно? Да. Мы там просто и мамой прям, ну, так нормально поругались. Ничего, если выставили? Ну, мне кажется, не очень стыдно, конечно, за нее. Но она же хотела быть популярной. Выставил? Ну, можно. Обалдеть можно, конечно. Вот это история, да? А ты в школе учишься? Я уже закончила. Закончила? Я тоже. Ребята, ну а что я по-вашему должен был сделать? Девочка расстроенная записывает мне кружки, голосовые сообщения. Сидит там на пыльных ступеньках на лестничной площадке на этой. Я как бы, ну, естественно, я позвал ее к себе для того, чтобы просто переждать всю вот эту вот историю. И все бы закончилось нормально, если бы эта мать не заявилась ко мне домой. Так, мы сейчас услышали стук в дверь. Это, наверное, мама. Ты думаешь, мама? Да. Это что за хрень? Тихо, 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 пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Ты охренел? Я просила тебя с ней поговорить. Я ее просто... Что за хрень? Я ее позвал, потому что вы выгнали из дома. Ты как шаболта, блядь? Ты что, хрень, проститутка себе ведешь? Какая проститутка? Я ее позвал подождать, пока вы ее выгнали из дома. Это вообще не нормально. Не отзывайтесь, не отзывайтесь так. Она не такая хорошая девочка. Ты что за косик? Тихо, 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 т Ты с херами её домой позвала, я попросила тебя поговорить с ней на улице. Я с ней поговорю. В квартире? Я с ней поговорю. Нет, нет, не в квартире, всё нормально. Нормально, давайте вывезем. Ты? Всё, всё, всё. Всё, 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 всё. Это было не просто жёстко, это было *** как жёстко. Впервые в жизни, друзья, меня ударили шокером. Как будто бы тысячу игл пронзаются просто через твою кожу. Было невероятно больно. Друзья, этот момент я выставлю в свой телеграм-канал. Мамка сошла с ума и мамка, мягко сказать, ебнулась. У меня вымоднело сознание и в мозг я почувствовал прилив какой-то энергии. Но эта энергия была ни хрена не позитивная. Эта энергия была такая, что я просто чуть не потерял сознание. Переходим все в мой телеграм-канал и смотрим продолжение. Первая ссылка в описании, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова